Главное что? Я поставил цель создать теорию радикального продления. Есть в жизни 300 гипотез, что такое стояние, гипотезы лопаются одна за другой, а нужна была теория. Я впервые задумался о создании теории, когда мне было 10 лет. Кто из вас думал о радикальном продлении жизни? Да я думал, что никто. Я уверенно это говорю. Мысленно я прожил жизнь. Жизнь у меня оказалась уже прожита в 10 лет. Осталось сделать одно последнее дыхание. Было ощущение яркое, ярче, что я прожил эту жизнь. И оно мне показалось очень короткое. С этого момента я поклялся, что я создам теории в радикальном продлении жизни. Читайте вечной жизни или бесконечной жизни за этим. И с 10-летнего возраста я отложил это все до 20-летнего возраста. В 20 лет я посмотрел обзор, что сделано в Академии наук учеными в этом плане. Мне попалась статья Гуревича, писателя-фантаста Георгия Гуревича, где он писал о геронтологе Комарове. Комаров был такой геронтолог, который, будучи инженером, сел на скамью студенческую в МГУ, закончил МГУ. То есть ходил в качестве студента, будучи с дипломом инженера. Дальше в МГУ защитился, стал кандидатом наук. Потом открыл лабораторию в Академии наук по этой теме. Чтобы ему открыть лабораторию, ему пришлось собрать подписи 33 академиков Академии наук. А закрыл его один, вице-президент Академии наук, обчинник, которому пришло письмо с Киевской института геронтологии о том, что у нас в России появилась группа такая Комарова. Не дай Бог, они, как говорится, решат проблему. А мы, Киевский институт геронтологии, можем остаться ни при чем. На такое письмо пришло, значит, Академии наук. Академии наук, вернее, оно пришло в ЦК, как не мог разобраться. Он разобрался, закрыл эту лабораторию Комаров. Комаров не выдержал, умер. Вот такая предыстория этого вопроса. Я в этот момент начал действовать. Я начал действовать. Значит, то есть в 84-м году я доложил в виде гипотезы на московском, на секции геронтологии Московской общественности. В виде гипотезы. Вот это вот свой подход. Вот. В 93-м году уже в виде теории на первой всероссийской геронтологической конференции. И в 2000-м году на втором конгрессе международном уже окончательном виде. И подтверждение выложил уже в 2002-2003 году, когда мы проявили исследование на людях, на домовой улице. И получили высокодостоянный результат по уменьшению первого возраста. То есть на 7 дней за 3 дня. Вот. Как я создавал эту теорию? Значит, на сегодняшний день получается у меня единственная в мире теория. И как она создавалась? С чего я начал? Я начал с обзора. Как менялась видовая текущая жизнь в эволюции. И я увидел, что вот оттуда, 4 миллиарда лет, до нашего времени, длительность жизни не менялась практически до одного момента. Вот 300 миллионов лет назад на границе Палеозоя и Мезозоя произошел резкий скачок видовой длительности жизни. Как у растений синим цветом, так и у животных красным цветом. Растения это голосеменные, секлои, австралийская макроцефалия 12 тысяч лет, секлои 6 тысяч лет, мамонтово дерево 30 тысяч лет. А у животных это были рептилии, гигантские слоновые черепахи, которые являются самыми живущими животными Земли 250 лет. Больше в них никто не живет. Говорили, что там ворон, попугай, щука. Нет, ничего подобного. Значит, ворону, конечно, приписывали, что он долго живет, но ворон оказался по уму просто очень сильно, так сказать, продвинутый. То есть, если кто слышал, как ворон говорит, речь человеческую имитирует, никакой попугай так сделать не может. чистый бархатный мужской голос, ворон может говорить, чистым бархатным мужским голосом. Встречается ворон в лесостепях один на 200 километров, вот пара воронов на 200 километров. Если ближе, они друг друга не терпят и разлетаются на большие расстояния. То есть, это редкая лица и очень умная. Вот ей приписывали, что она должна и жить долго, так как у него ум развит. На самом деле, ничего подобного. Не связано с умом. Казалось, черепаха 250 лет. И когда 850-летие Москвы было здесь, из Глопаковских островов приехал к кунцу, привез слону черепаху, подарил человеку в кепке, который лично принимал эту черепаху в зоопарке в нашем, в качестве подарка на 850-летие Москвы. И этот кунцус спросил у нашего человека в кепке, которого уже нет, да? Нет. Как вы знаете. А вы, господин мэр, доживи... Вот эта черепаха доживет до 950-летия Москвы. А вы, господин мэр, доживете до 950-летия Москвы? Господин мэр подумал, подумал и говорит, наверное, у моей жены денег не хватит, если такой технологий создать, чтобы воспользоваться, чтобы дожить до 950-летия Москвы. Ну, короче, я думаю. Получается, что такая ситуация. Значит, животные живут некоторые, человек находится на спаде этого пика и 120 лет. Ну, максимум светит. Потому что люди в эволюционном плане появились после рептилий. И они находятся на спаде этого пика. Дубы тоже на спаде этого пика. Они живут долго, 1200, но не 6000 лет как секунду. Вот. Ну, главное, что из этого графика? Из этого графика можно сделать пару неплохих выводов. Значит, первый вывод. Так как всплеск вот этой видовой ответственности жизни был одновременно у растений и у животных, значит, механизм увеличения видовой ответственности жизни должен быть единым. Как для животных, так и для растений. Первый такой интересный вывод и важный. Второй вывод, который я сделал, так как это произошло быстро, по авиационным меркам, по историческим, то, очевидно, это произошло не за счет появления уникальных структурных каких-то генов, а за счет изменения на уровне регуляции генома. Здесь очень важный момент. На уровне регуляции более быстрого, более такое, значит, быстрое осуществление, значит, изменения на уровне, скорее всего, регуляции генома. Вот два вывода, которые я сделал, и, так сказать, на основе этого. И я начал искать, не отходя, что называется, эту практику, начал искать, да, начал искать, значит, факты, действительно, которых, эмпирические опыты, в которых были уже сделаны интересные результаты, допустим, на растениях. И я знал, что если я, допустим, зайду на растениях, такие опыты, то я их довольно-таки быстро переменю на животных и наоборот. И еще я подумал, что, скорее всего, можно будет сделать, выделить какие-то, допустим, регуляторные элементы из животных, и это будет действовать на растения, и наоборот, можно сделать растительный препарат, который будет действовать на животных. И, собственно говоря, два слова хочу сказать, потому что все равно я этот вопрос задалите, о причине этого скачка. Вот есть такой Синицын в Ленинграде, геолог, вроде бы геолог, не геронтолог. Что говорит этот Синицын? Что перед этим скачком вот здесь вспышка сверхновая, поток жесткой радиации, 600 тысяч метров, повышенный фон жесткой радиации. И он не повлиял уже на сформировавшиеся виды, которые до этого уже... А вот на молодые виды, которые в этот момент формировались, а вот формировались голосеменные и рептилии, вот они как раз на молодые виды, и таким образом и подействовали, что резко подскочила у них видовая длительность жизни. Молодых видов, формирующихся видов. А дальше вот после этого скачка люди появились, но они уже на спаде этого скачка. Растения другие тоже на спаде. И первым таким вот растением, у которого я нашел такие интересные результаты, это был опыт с... Я считаю, что это очень интересный опыт с Агавой мексиканской. И ее называют иногда американской. Значит, опыт с Агавой мексиканской или американской, да? Очень примитивный опыт. Но у нас Нобеля дает, правильно делает, не тому, кто сделал грандиозный, шнурсшибательный опыт. Не за это надо. И правильно делает, что не за это дает. Не за сам опыт, даже не результат, который там, так сказать, получен. А Нобеля дает тем, кто правильно теоретически обосновал это. В том плане, что теоретическое обоснование дает перенос результатов, полученных на таких примитивных опытов, на другие объекты, включая человека. Вот этим я и занялся. Я и занялся этим. Значит, сам опыт в чем заключался? Представьте всем, в ботаническом саду в Германии растет Агава. Что такое Агава? Это похоже растение, листья похожи на столетник, только они 2-3 метра стерлятся по земле. 9 лет вегетация, то есть только листья. На 10-й строится цветок, цветонос. Цветонос вот этот, порядка 8 метров высота, и наверху 10 тысяч мелких цветков, 8 метров, столб. Значит, этот столб, если ничего не делать, цветки дать отцвести, семена падают, и вся эта Агава умирает. Это монокарпик, то есть единожды плодоносящий. Так же, как и, вы знаете, горбуша, тоже, если дать ей кровь метать, умирает. Так, то же самое и эта самая Агава. Мы накарпик. Мы относимся, мы люди, относимся к поликарпикам. То есть много раз плодоносящие, то есть мы не умираем от первого плодоношения, от первого оставления потомства. Не умирали. А вот Агава, она умирает. Значит, что было сделано в опыте? Я так понимаю, что случайно. Случайно сломали цветонос, когда еще семена здесь не созрели. Семена есть, но они не зрели. Значит, сломали вот эту часть. Вот это пульти оставшиеся. Что с ней произошло? А с ней произошло то же самое, что происходит с земноводными саламандрами, с ящерицами. Когда часть эта самая у них отваливается, потом тоже саламандрами, если отсечь часть руки, вот эта пульти ризопция запускается, и от нуля идет восстановление всей конечности. От нуля. Не просто вот часть руки отрезали, она оставшаяся. Нет. Вот эта оставшаяся обязательно высыхает, ризопция отмирает. И начинается восстановление конечности у саламандрами с нуля. То же самое и с нуля. На следующий год она вдруг начинает строить цветок с нуля. Она не умерла. На девять лет она жила и должна была до десятого года умереть, оставив эти самые. А здесь вот, когда срезали, увидели, что листья не засохли при этом, ничего. Ризопция. И на следующий год от нуля она строит этот самый цветок. Здесь уже профессора подключилась, так чисто с партурного интереса немецкого. И здесь уже резали, рубили топором. Я всегда говорю, тонкий биохимический опыт топором можно сделать? Можно. Значит, рубанули. Вот эту часть с метаболитами со всеми. Удалили. Да? И что сделали? Рак удаления метаболита, она без них не может идти дальше, она возвращается на исходную, на начальную точку. Тонкий. Да, начинается цикл с начала. 90 лет рубили, из чисто спортивного интереса объяснить, не пытались и не могли, почему Агава при этом живет. И последние гадаверские ученые, это профессор Эйки Либерт, физиология растений, и последние написали, что это только можно продолжать до бесконечности, вы еще над нами издеваетесь, мажористское поколение ученых вымерло, а Агава все живет. Куда там? Единственная Агава. Опыт начался до 1900 года, и можно было его дальше продолжать. Некий признак устарения, на последнем году жизни держали. Некий признак устарения не увидели. Сделали вывод, что это можно продолжать до бесконечности. До бесконечности. Предела нет. Вот что интересно в этом опыте. А не то, что продлили на 900 процентов, хотя кандидатские докторские, мировые самые большие, 15-20 процентов. А здесь на 900. Ерунда это 900. Ну, посадились в бесконечности. Поэтому я про 900 вообще не говорю. Хотя, любой, кто защищает кандидатскую докторскую, с пеной рта будет захлебать, доказывать, что у него 15 процентов это ума. Да? Про 900 процентов ни слова не скажет. А можно вопросить? Лучше потом. Потом, сейчас мы ждем вопросы, и забудем про лекцию, и вообще забудем, о чем мы тут собрались. Вот. Записывайте там, потом мне скажут, и я с удовольствием отвечу. И когда я на конференции про этот опыт говорю, во втором медицинском институте, находятся люди, ученые. Я говорю, вот удаляли генеративную систему, системы ответственных за размножение. У АГА. Встает ученый один, уважаемый, закрывает одно место известное, и говорит, а что у человека-то будем удалять? При всем зале, при всей конференции. На что я спокойно отвечаю? Что теория этой темы хороша, что надо абстрагироваться от этого опыта, увидеть за ним, что мы будем делать для человека, и как это сделать, не отрезая ничего. Вот для этого и создается теория. А я автор этой теории. Я ничего не буду отрезать, а эффект будет такой же. Вот что я ответил этому ученому. в качестве аргумента. Это же растение. А человек все-таки относится к животным. Есть вот такие опыты на животных, да, есть такие опыты, они были сделаны. Опять не геронтологами, а физиологами по животным. Гартманом в 1936 году, есть вот с носками и все. Значит, амиога. Омиога обыкновенная, которую все геронтологи почему-то считают, что одноклеточные бессмертные. Они бессмертные на каком плане? Вот представьте себе амиога. Живет два дня. Разделилась на две митоса, разделилась на две маленьких амиога. Те две маленьких подрастают, в свою очередь, каждая из них опять разделилась. И они говорят, ну они же бессмертные, трупа то нету. Да, трупа нету. Ну и нет в жизни той амиогы, амиога конкретной амиогы, какая мне вот дорога, вот эта мне амиога дорога. Если она разделилась на две маленьких, нет той амиогы, которая была. Значит, я считаю, что однёба живет не бесконечно там долго, что она не бессмертная, она живет от деления до деления, жизнь у нее равна. Наши ученые пишут два дня, американские пишут в секунду. Если стандартный рисовый бульон, в котором она плавает, в котором она питается, у нее все одно. Среда питания, среда питания, все вот здесь вот. Она в этом питании живет. Рисовый бульон. Плюс температура плюс 26, она обязательно через два дня поделится на две. Если стандартный, определенная концентрация рисовый бульон, температура 26. Два дня, с точностью до секунды она выдерживает. Потом делится обязательно на две. Значит, представьте себе, после очередного деления прошел день, и осталось жить один день до очередного деления. Приходите вы, втыкаете пипетку. Почему пипетку не открывает? А я пойду с ножиком, отрежу эту кусочку. Ножиком пойдете, отрежете, содержимое выльется, и оно умеет. Не рекомендую с ножиком. Тоненькая микропипета. Втыкаете, отсасываете часть этаплазмы. Дальше крутите эту пипетку. Часть этаплазмы вы закручиваете, заклеиваете дыру, куда крутится пипетка, и отрываете леску. У вас масса содержимое ушло в пипетку, а здесь пустая. Потом, значит, когда отдернули, она хлоп и слопывается сюда. Становится такой вот. Вот такая она становится. С дефектной массой, то есть не хватает массы. Оказывается, он любит, имеет дефект массы, не хочет продолжать подготовку к очередному делению, а она переключается и начинает достраивать вот эту вот, то, что вы у нее там уворовали, начинает достраивать. На это тратите сутки. Сутки прошли, вы опять подкладываетесь с кипеткой, опять делаете эту же операцию. Делали 130 дней. Заставили конкретную мебу жить не два дня, а 130. Потом плюнули и говорят, так это можно было до бесконечности это все делать. То есть продлили жизнь, 6400 процентов конкретная меб. Кандидатско-докторский лучше, еще раз подчеркиваю, 15-20 процентов. И люди с пьяного рта, взахлеб. Говорят, что у них самый лучший метр. А вот, 6400 процентов не хотите? Но, опять же, 6400 процентов меня не волнует. Мне волнует другое, что за этим стоит бесконечность. Этот опыт можно было продолжать, так же, как опыт создавать, до бесконечности. Да не есть. Но вы можете сказать, но здесь с отрезанием, какие-то хирургические методы нам предлагают, мы не хирурги, в конце концов, да? Не живодеры, что-то кому-то отрезать, даже амёги, да? А есть ли опыты на животных, так чуть-чуть, есть ли опыты на животных, где без отрезания вот такой же эффект, значит, я назвал это зацикливание, да? И повторение одного и того же отрезка жизни, да? Проявлялся. Оказывается, есть. Англичане изучали, значит, на крысах линьо Лон Кэванс, Эльдоффе, препарат, который продаётся в аптеках и применяется при болезни Паркинсона. Эльдоффе, например, она продаётся в аптеке, вот препарат. Но у людей только лечат болезни Паркинсона, больше ничего. А вот если крыс, крыс нам ввести под кожу, да? Доза там 20 мг, во определённом возрасте, в определённой стадии, а вот здесь крыса, она нормально живёт, вот здесь, здесь начинается у неё климакс, первая, вторая, третья, четвёртая стадия у климуса, четыре стадии. Дальше начинается, собственно, старение уже. без репродуктивной функции. Здесь переход, как бы, от репродуктивной функции к нерепродуктивной, к нерепродуктивной. Это климакс, да? Четыре стадии. Так вот, если на второй стадии вводить эльдоффе и смотреть цитологические мазки, взятые из определённого органа, да, то видно, что вместо того, чтобы пойти на третью стадию, она вдруг пошла на более молодую первую. Оттуда она сама переходит на вторую стадию. Дальше опять выйдете, с интервала восемь часов, и вы увидите, то первая стадия, то вторая, под цитологическим мазком. То первая, то вторая. Англичане это наблюдали, в течение сорока дней, они ничего не поняли. Они ничего не поняли. Они сделали зацикливание, но не поняли этого. Если бы они этого поняли, я бы здесь не стоял и рот бы не вызывал. Я здесь просто уже не умею. Они этого не поняли. Они изучали механизм действия эльдоффе на организм этой самой крысы, они сами сделали зацикливание. Англичане, по чёрту. Но не поняли ничего. Но, без всякого отрезания. Ну, извините, из разного просажа. Как бы. Ну, а раз есть опыт на такой раз чудеский на животных, наверное, на растениях есть без отрезания? Есть. Оказывается, на растениях. Видите, это всё не я делал эти опыты. Моя заслуга не в том, что я их сделал, то что я правильно их, так сказать, теоретически обосновал и вытащил от того, что нам пригодится в дальнейшем создать технологию зацикливания для человека. Есть такое растение, перилло называется. Идёте, берёте это растение. Она с чем хорошо? Если всё время вам лампочки горят, она будет вам... Она краткодневная, то есть она только на коробках не зацветает. Если длинный день, только листья, то есть фаза вегетации. Чтобы создать короткий день, достаточно подойти к ней и одеть фотобумагу на один листочек после обеда. И это сигнал для всего растения, что вы перевели из длинного дня в короткий. А на коротком дне, она, так сказать, зацветает, цветок у них, да? Вот она цветок построила, а вы перестали приходить с пакетик надевать, то есть перевели на длинные дни. На длинные дни нет у ней цветков-то. А у нас уже построенный цветок, что она будет делать? Запускается механизм резорции рассасывания, и от цветка ничего не остаётся. Ничего не остаётся. она переходит в вегетативную фазу. Таким образом, кто одевает этот пакетик, кто снимает его, ничего не отрезает, прогоняете между фазами, да? Фактически делать вот это зацикливание, ничего не уродует. И достаточно одного лиска. Достаточно одного лиска, да. Вот. Значит, вот такие опыты, они, конечно, потребовали создания биохимической модели вот этого зацикливания, так называемого. То есть надо было построить модель, которая бы объясняла, что вообще происходит в этих опытах с Амёвой, с Агавой. И здесь я опять схалтурил, честно скажу. Значит, я взял готовую модель выдающегося геронтолога индийского канонга, который написал книгу «Бехиное старение». Она в издательстве Мигана здесь в своё время была, переводная. И его модель очень простая. Вот она здесь представлена. Что если на этапе вырабатываются какие-то метаболиты? Они запускают этап «Б». На этапе «Б» свои метаболиты, видите, другого цвета вырабатываются, да. Ну, грубо говоря, рост, созревание, значит, половое размножение и старение следствия. Да, вот, грубо говоря, три этапа, да. Вот на одном вырабатывается, запускают метаболиты. Этого этапа запускают следующие. Гены, включают гены следующего этапа. Гены этого этапа, включают, нарабатывая метаболиты, включают последующий этап. Но он не сказал главное. Во-первых, чем определяется однонаправленность в считывании программы? Почему организм, не родившись, должен вот так вот идти слева направо? Может ли он идти справа налево? Экономик, выдающийся, об этом не сказал. Пришлось мне это всё додумывать и достраивать его модель. И вообще я достроил его модель к очень одним простым, но как мне кажется, может быть и вам покажется гениальным штрихом. Сейчас вы увидите, чем отличается его модель от моей. Гениальный штрих заключается в том, что я как биохимик рассуждал, что вырабатываются метаболиты, а куда они, до какой концентрации должны выработаться, чтобы включить следующий этап. И я выдумал гипотезу, что должен быть в каждом метаболите должен быть свой критический уровень этого метаболита. Поднявшись выше которого, он действительно может запустить следующий этап. А если вот он здесь поднимается, мы ему не даем. Допустим, удаляем, блокируем, не даем ему подниматься. Концентрация падает. А с маленькой концентрацией вперед идти он не может. Он вперед может идти, только когда он выйдет за некий критический уровень. Вот туда, когда он поднимается, оттуда он может включить следующий этап. А если он поднимается, а мы его блокируем, убираем оттуда, как у агала, вместе с частями, вместе с цветоносом, допустим, агала. Вот. Значит, тогда что получается? Значит, организм вперед идти не может. И тогда ему ничего не остается, как включить так называемый обратный связь, который он в норме никогда не включал. Она ему не нужна была. Посмотрите, здесь только прибыли связи в этой работе. Поэтому все организм, все восемьдесят миллиардов человек, которые есть на земле, они шли в одну сторону. И все на том свете, ушли на тот цвет. Восемьдесят миллиардов человек. Благодаря вот этим прямым связям. Значит, и я сказал, что я положу этому конец. Таким образом, очень просто. Заставили работать обратные связи, которые в норме никогда ни у кого не работают. Не работают они. Они могут работать, но не работают. Организм проще пойти по прямой связи. На тот свет пройти программу жизни, умереть, заставиться. Но он не хочет идти назад. Это затратная очень процедура. Значит, чтобы его заставить, я должен заблокировать вот эту часть. Каким-то образом. Тогда ему включается вот эта обратная связь. Биологически смысл ее. Включить ранее пройденные и запечатанные в участке ДНК гены, которые когда-то работали. Ансамбль уникальных генов. Заставить их работать. Чтобы они нарабатывали какие-то уникальные метаболиты. С помощью них пройти опять сюда на этот этап. Простимулировать его для большей работы, чтобы попытаться выйти за критический уровень и уйти на следующий этап. Вот задача любого организма. Пройти последовательно. А я ему не даю эту возможность. Не даю. И не даю ему не то, что мне хочется над ним поиздеваться. А мне уже стало ясно из опытов с Агавой и с Мамёгой, что у него есть другая возможность. Не ходить все время прямо слева направо, а он может назад делать несколько шагов. Один или два назад. И я вынуждаю его этот шаг сделать. Искусственно. Сам он никогда на это не пойдет. Биологический смысл такой, что опять включить, наработать, простимулировать этим продуктом вот эту группу генов, попытаться выйти за критический и уйти туда. Я это ему не даю. Оказалось организму все равно как реализовывать программу. Либо последовательно вот он здесь вот родился и пошел по программе. Работает силой Ф1. Либо он будет один и тот же кусок многократный вам так сказать проходить. Ему все равно. Нам не все равно. В одном случае мы смертны, а в другом мы бессмертны практически. Или имеем бесконечную долгую жизнь. Организм считает время по маркерам которые он оставляет при первом проходе по программе антогенеза. Вот как по снегу вы идете и оставляете следы маркеров по ним организм считает сколько вы прошли. И если я его откидываю сюда то у него другой дороги пути нет он идет по этим же следам след в след со второй раз. Но при этом он не оставляет маркеров. он идет след в след. Уже проделанным следом. В этом случае он не может маркеры как маркеры они не работают эти следы как маркеры. Начиная со второго прохода. И здесь можно его заставить миллион раз. Проходить и он время считать не будет. Вот откуда бесконечную жизнь. миллион лет походил или как вот 300 лет и говорит я устал 300 лет прожил я устал а я 100 миллионов лет человек проходил и не устал а вот миллиард он уже походил и устал и говорит я устал я устал я беру эту силу F2 которая искусственная ввел которая является альтернативной силой F1 то есть у нее вектор в другую сторону направлен модуль больше F2 но искусственные силы которые туда добавляют мы еще вернемся да и таким образом значит что получается когда я туда эту силу закачиваю она отбрасывает дальше скатывание идет дальше опять отбрасывание почему это идет на автомате в автоматическом таком режиме вы наверное все помните что у нас до автомата фалашников была винтовка трехлиней один раз стрельнули пуля ледит в другую сторону и вот жизнь человеческая до меня ваша жизнь человеческая ваша каждую жизнь никто не прошел на технологии она равна ровно вот этому выстрелу в одну сторону в сторону гроба значит а в автомате фалашников там по-другому стрельнули часть газов по пороху отводнику часть газов давит на ту пулю а часть газов в это же время взводит затвор для следующего цикла и он работает циклическо если это будет с патронами бесконечным он может работать в автомат в бесконечном режиме в бесконечном режиме вот чем автомат отличается от винтовки трехлиней там они раз стрельнули и все вот значит на что похожа вот эта сила да так вот эта сила F1 она дана от природы от Бога от судьбы от кого хотите от соседа который так сказать постарался успел пока не было сила F1 значит и когда мужская и женская клетка здесь соединились и образовалась зигота программа нового организма запустилась появляется как раз сила F1 не так просто она реализуется в одну сторону за это отвечает сила она тянет в одну сторону тянет и гарантирует что организм будет идти в одну сторону потому что у любой сила есть вектор направление есть модуль абсолютная величина то есть собственно сила с которой вы будете давить да есть вектор этой силы вот значит я 21 что потратил чтобы узнать какой вектор и абсолютная величина то есть модуль силы которую мне надо искусственно будет создать и поставить в противовес вот этой природной силе которую вы получили от Бога от судьбы от соседа И когда я поднял эту силу, расшифровал, я за 5 минут сделал вот эту силу, за 5 минут её сделал. 25 лет работаю, а потом 5 минут я потратил на разогрение этой силы. И когда я эту силу R2 закачиваю туда, в организм, она находит F1 и начинает с ней бороться. Так как вектор у неё другой, чем у F1, у F2, то она отбрасывает организатор, отбрасывает за 3 дня на 7 лет. И модуль у неё больше, чем у приводной силы, поэтому она отбрасывает. Значит, на что она похожа? Она похожа на растянутую резину, вот так, с точки зрения возникновения, на растянутую резину на конце кульчок. всё это я упаковываю в свою матрицу, назвал матрица Долголетие, она мне в открытке, я об этом покажу. Вот она в таком растянутом, заряженном виде. Человек, который подходит и начинает пользоваться, руку прижимает к этой матрице, а там сила, растянутая до предела, она его хватает крючком, как я говорю, зашивляет и отбрасывает. С 40 лет, допустим, на 33, на 7 лет бросок делает за 3 дня. Видно по тестам на биологическом возрасте, меряем здесь и через 3 дня. На 7 лет он улетёт. Его реакция изменилась, всё, изменилось, это легко меряется. Кстати говоря, слух возвращается у людей, которые ходят со стуховым аппаратом по 15 лет со стуховым аппаратом, вдруг слух возвращается, зрение в даль возвращается, и многие чудеса, болезни такие, как, например, коксатрос коленный, вот я себя показываю, не боюсь, коксатрос коленный, люди ноги отрезают, боли такие, прострелы, а здесь уходит это все дело, из-за того, что мы отбрасываем туда, где этой болезни не было, значит, отбросили, она сработала, дальше что происходит, через 3 дня, действие её равно нулю, она превратилась в нулю, но сила F1, которую мы от Бога от судьбы получили, она всегда отличная от нуля, она хоть и маленькая, но она отличная от нуля, и поэтому она что, она начинает стягивать вас опять туда, да, но вы крючком зацепили, зацепили, зацепили вот это F2, она зацеплена крючком, она растягивает эту пружину, резину для следующего цикла, F1, я заставляю F1 работать на бессмертие, на вашу вечную жизнь, эту силу, благодаря которой, из-за которой, вернее, 8 миллиардов людей умерло, она тянула всех туда, я её заставляю наконец-таки работать, я один раз только даю заряженную матрицу, второй раз, она быстро разряжается, когда вас отбрасывает, разряжается, второй раз её накачивает, заряжает сила, вот эта F1, которая у вас сидит, и она ничего не может делать, она может тянуть только в одну сторону, на тени, но будешь при этом растягивать для следующего цикла эту резину, она никуда не девается, и сколько она будет растягивать, я вам скажу сколько, если я за три дня отбрасываю на 7 лет, потребуется 14 лет, чтобы она растянула, и вы оказались здесь, 14 лет она её будет растягивать, через 14 лет опять эта резина будет растянута до следующего цикла, и она сработает, причём она тянет, F1 тянет дискретно, толчками такими, вот она тянет, тянет, потом раз и срывается, потому что она накопила потенциальная энергия, срыв происходит опять, понимаете, да, вот, значит, таким образом, таким образом, значит, вы крутитесь между какими-то своими годами, там 33-40, 33-40, миллиард лет, и говорите мне, надоело, надоело, я матрицу стирателю вам даю, вы также пользуетесь как матрицей, также она записывается, только матрица и стиратель матрица, они как правая и левая рука, материя и антиматерия, друг к другу относятся, я записываю стиратель, он находит этот самый F2 стиратель, блокирует её, и у вас остаётся только F1, данная от Бога, а вы знаете, что она делает, она тянет всегда грубо, да, и вас уже никто не откинет, если вы приняли это решение и стёрли попросил F2, F1, и пойдёте, если вы здесь вот в возрасте 33-40 крутились, миллиард лет, и как только стёрли, пошли, начало считать, 40, 41, 42, 43, вы пошли по нехоженной своей программе, в которую вы ещё не ходили, и умрёте, кстати говоря, со всеми атрибутами естественной смерти, ведь мне обвинение кидали, что я беру на себя природьёвого Бога, я не даю нормально стареть, вот я хочу, чтобы, я хочу, чтобы у меня зубы выпали, чтобы я облысел, вы говорили, естественно, я хочу это, а ты меня лишаешь, вот по Богу я должен был умереть, вот так, а ты мне не даёшь этого возможности, обвинения мне кидали, такие то, нет? Ну, ради Бога, я тогда говорю, на это я говорю, что, на это я говорю, ну что, ну, я ничего не отнимаю, не беру всякие природы, умрёте, по Богу вам дела, и всё, и зубы выпадут, и всё, вот здесь вы умрёте, со всеми ишемическими своими делами, в лучшей виде вас похоронят, и будет полный пациент. Вот, значит, что будет с болезнями, вдруг у человека есть какая-то болезнь, а я не знал, взял его и на свою технологию, да? Вот врачи обычно там диагностируют, смотрят, какие болезни там, прежде чем какие-то методики применять. Для меня неважно, я не смотрю у человека, что там у него, чего, потом разбираться будет. Ну, допустим, у него вот здесь вот гипертония, 6 лет назад, вот профессор из МГУ, у него гипертония, он пришёл к нам, говорит, что ты пришёл, да? Он говорит, вот в качестве кроликов, мы тут набирали кроликов, добровольцев, он первый кролик. Вот, значит, 6 лет назад, до этого лечился в Цитране Круновске, не могли вылечить гипертонию, она отмечается инсультом, инфарктом и слитусом, он пришёл сюда. Мы его отбросили на 8 лет, туда, где не было гипертонии, я говорю, 8 лет назад было, не было. Мы говорим, ничего не делайте, в течение месяца уйдёт, и она ушла. Но, оказалось, что 8 лет назад, куда мы его откинули, он был трезвый. У него тянет спиртного, он пропал, он стал трезвый. Он пьёт минеральную воду 8 лет, сидит на этих самых защитах индивидонских, докторских там, коняк, пизизёночный, а он минеральную воду пьёт 8 лет. И меня спрашивают, доколе он будет минеральную воду пить? Будешь вечно пить, если хочешь жить? А если я тебя расциклю, ты опять начнёшь зашибать, я говорю, профессор, я говорю, начнёшь зашибать и умрёшь от этой болезни. Хочешь этого? Ради Бога. Не хочешь? Пей минеральную воду вечно. Вот. Ну и… Славное всё же, скажешь. Да. Вот с этим вот, по-моему, всё и ясно. Информационный. Значит, теперь смотрите… Да, дело к концу уже. Значит, теперь смотрите, есть у нас Академия наук, вот когда я начинал всё это дело, я думал, господи, что я делаю? Я берусь за эту проблему… Видите, есть Академия наук, институты есть там, да? Институты Академии медицинских наук, есть учёные, наверное, они этим занимаются. Когда я посмотрел статью Гуревича и посмотрел, что ничего не сделано, и нет даже подходов, значит, к этому, как это решить, я решил сыграть с учёными с Академией наук в очень простую игру. Да. Я взял их работу. Я удивился, что вообще такие работы делают доктора наук. Делали очень простенькую работёнку с виду. Значит, взяли линейных этих самых мышей и просто вот в возрасте 5 месяцев, значит, просто их взвешивали. И ясно, что с возрастом, чем больше возраст, тем больше вес. Вот она, прямо пропорциональная зависимость. Ничего не подпишешь с этим. Эта работа была опубликована, и не родилые аспирантов, которые забывали, сколько у них там возраст имеет их мыши. Они просто бросали мышей на весы и до пересечения сюда вели и говорили, если ей вот столько там, 26 грамм, то, значит, у неё цены. Возраст 7 месяцев. По-моему, никто с этим ускорен здесь не будет. Значит, что я делаю? Я беру этих же мышей в этом же возрасте, загоняю на свою технологию. То есть применяю F2. Здесь их один, вот Богом, да? Тоже мышей, они тоже Богу подчиняются, видите, как здесь. У них F1 только работает. А я вот на своих мышей применю F2. Что я вижу? Они то набирают вес, то сбрасывают. То, как будто зеркальное, кто-то зеркало ставит здесь, они набирают, сбрасывают, набирают, сбрасывают. Набирают, сбрасывают. В конце они имели возраст вес такой, как в начале. Хотя еле без ограничений. Вес они не набрали. Вес они не набрали. Смотрите, за сколько месяцев, от 5 до 17. За 12 месяцев вес они не набрали. Еле без ограничений. То есть это не подчиняется никаким канонам марксизма-леинизма, да? Материализма. Ведь если чем больше ешь, тем больше вес, да? Молодых. А здесь они съели два мешка кормов. И я хотел до крыльководов предложить, крыльководов говорит, мы тебя убьем за это. У нас два мешка кормов сидят. И вес не увеличился? Я говорю, не увеличился. Говорю, да что? У нас за сутки 60 грамм при вес должен быть. А у тебя забота ноль. Два мешка кормов при этом сидят. Зачем вам такая технология? Ни в конях формы. В горбе тоже было. Пока вот что-то вывод можно сделать. Значит, вывод такой. Так, кстати говоря, вот здесь вот нелинейно. Здесь тоже, для справедливости, тоже нелинейно. Вывод такой, что если пойдете за Академию наук, вот я не хочу ее обижать, отношусь с уважением к Академии наук, но их работа четко показывает. Если пойдете за Академию наук, сначала они все перемрут, как мухи. И вы все перемерете. Пойдете за мной, хотя бы живы останутся. Вот какой вывод из этой простой таблички. И еще один вывод, который уже, так сказать, который уже подхватили на мировом уровне, я считаю. Значит, два года назад примерно приехал сюда директор фонда Мышино. Есть мышиный приз в 4 миллиона долларов на кону. Значит, ну мыша, пожалуйста. Есть гонка мировая. Кто продлит мышам больше жизни? Я взял мыши короткоживущих, которые два года живут, и превратил их в долгоживущих. Дальше я перешел к исследованию на людях, сделал исследование на людях, получил все предоставленные результаты. Минус 7 лет за 3 дня. Я не стал просто в мышиную гонку. Ну вот директор этого фонда, обра Дегрей, приезжал сюда в Доме ученых и выступал. Значит, что говорил Дегрей? Прежде чем говорить о том, что говорил Дегрей, я хочу сказать, что одним из доказательств, как работает моя, так сказать, технология, является вот такой вот тест. тест на, что моя технология делает. Вот здесь показан график падения процентного содержания воды в организме человека. У любого человека, в среднем, да, у современного человека, вот у любого среднего человека в момент рождения содержание воды, то есть процент воды, если отнести, массовую вода или отнести к массе тела, то в процентах это будет 75% в момент рождения. Общая вода в организме составляет 75%. В момент смерти 45%, то есть организм теряет воду в течение жизни, теряет она по ветвь параболы. Раз ветвь параболы, то есть ни одной точки нет, где бы вода увеличиваться, она везде, в каждый момент, вот вы сидите, вот вода падает. Значит, что здесь интересно по этому графику, значит, я вышел на людей, государственной среды социальной культуры, которые меряют воду. Так называемый питансный метод, значит, это ложитесь на кушетку, руку, электрод к ноге и пропускают токи. Значит, по клеточной, по клеткам идут токи определенной частоты и по межклеточной пространстве. И суммарно потом, по сопротивлению оказываемому прохождению тока, находят активное реактивное сопротивление, по нему находят содержание воды. Так вот, содержание воды у меня оказалось 55%. У меня 55 лет, да, и у меня 55% воды. А если по этому графику посмотреть, это соответствует возрасту 20 лет. То есть истинный биологический возраст мы содержали в этой 20 лет, вот у меня. Недавно я мерил по тесту линейки, там шкалы не хватило меньше 26 лет, по тесту линейки. О нем я тоже пару слов скажу в конце. Вот, значит, что еще интересного по этому тесту было бы. Значит, где-то с возраста, начиная 50, примерно 5-50 лет, здесь практически прямая. Смотрите, практически прямая. Видите? Практически прямая. То есть я могу у любого из вас померить один раз содержание воды. Если вы не прошли бы эту технологию, и она, допустим, окажется вот здесь содержание воды ваше, текущее, то я могу вот так параллельно провести от нее, и вот здесь вот нарисуется дата вашей смерти. То есть год смерти уже. Точность этого метода плюс-минус 6 месяцев. То есть с точностью 6 месяцев я любому могу сказать, по одному замену, 3 минуты он занимает. Я могу сказать, нарисовать год вашей смерти плюс-минус 6 месяцев, расписаться, поставить печать и вручить вам. И ходите с этим. И думайте. Чудесно. Да, чудесно. Значит, если делать ничего не будете, именно и умрете в это время. А если править умные технологии, этот год не наступит никогда. Вот что чудесное. Потому что у меня находились такие деловые люди, деловые в кавычки, которые это вот засовывали сюда и говорят, ой, а у меня любовница там, я обещал ей дачу достроить, другой там Мерседес купить, у меня денег нет. А я ему уже засуну, дату его смерти засуну. И он мне такие слова еще говорил. Понимаете? Понимаете? Так. Теперь два слова, два слова теперь, что дегрежит, чем удивил. Я сидел в первых рядах. Сзади с меня сидели ученые-геронтологи. И когда они увидели... Когда они увидели... Это называется пила. Этот график пила. Когда они увидели пилу на графике уважаемого образа игры... Вот она. Это же пила моя. Вот она в дегре. Да, я в дегре говорю, да падают параметры, но дальше мы нашли способ, он не говорит, где он, чего я взял эту пилу. Я опубликовал вот эту работу, кстати, за три года до его допады. За три года. В научном сборнике в одном. А он создал фонд мышиный. И все думали, что главная его задача это вот мышиный приз, мышиная возня. А на самом деле мы создали мощный мировой аналитический центр, где анализировали все опыты сделанных геронтологами и негеронтологами в параллении жизни. Моя работа там наверняка засветилась с этим графиком. И ему только остался этот график пилу при сандалите вот этому падающему. И он говорит, да, а вот у нас вырисовывается, похоже, что решена эта проблема таким образом, что вот параметры мы этот будем туда-сюда гонять. И получается, он его даже так сказал даже при всех. Вот в зале сидит человек, ему от 50 до 60, у него как раз 55. Который уже находится в этом состоянии и доживет до своего пятитысячелетия. Имея вот возраст от 50 до 60. Колебание возраста по синусуете. А по паспорт он запросто доживет до своего пятитысячелетия. То есть пять тысяч лет и запросто доживет. Этот человек прослепить в зале. Вот что сказал Добрея. Не назвал ему ее фамилии. А другие агентуры, которые знали графикную пилу, красную цель, да, они попришли так, люди говорят, что, Николай, что график-то смотрит Добрея. И он не ссылается на тебя и даже не говорит. Ну, в общем, слова ему все-таки сказали. Вот. Ну и что я? Два слова хотел сказать. Вернуться к нашему Кащею Бессмертному, которого охраили, который враженном был, сжег там все в фильме. Если посмотрите, кошмар, что он творил. Но у него были и хорошие намерения. Он украл царевну Елену Распрекрасную. Для чего? Никто не знает. Вот он женился бы на ней. Дальше что ли? Что пошли бы дети? Как это называется? Бессмертник Ощей, смертная Елена Распрекрасная. Что были бы дети, потомство было бы, да? Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете? Вот так, на полном серьезе. Что? Что дальше было бы? И он сказал, что, значит, Елена Распрекрасная стала бы тоже бессмертной. Вот. Но детей у них не было. Зачем? Дети нужны, потомство. Смертным людям. Чтобы не прервалась нить жизненная, нить ариадная, они вынуждены оставлять потомство. А бессмертным это не надо. Они сами собой эту нить ариадную продлевают. Сами собой. Во-первых, не надо. Во-вторых, невозможно. У зацикленных животных мы отправили на роликах. Невозможно оставлять потомство. Пока они в этом состоянии. Невозможно. Значит, где это можно применять? Это можно применять для регуляции численности населения в Китае, в Индии, который догоняет Китай и скоро перегонит. Почему перегонит? Потому что в Китае один ребенок, на семью закон, и все. Одна семья, один ребенок. А в Индии нет этого ограничения. И Индия уже догоняет и скоро перегонит по численности. Хотя у них площадь меньше. Значит, в Японии, как ни странно, остров маленький, плотность большая. Значит, в этих трех точках мы могли бы заключить контракты с правительствами этих стран и начать регулирование численности населения. То есть заключаем контракт и говорим, вот эта ваша, которая дает большое потомство, честь листь, да, все оттуда прет и прет из этой провинции. Мы ее все восстановим. Но они стареть не будут. И ни один не родится за сто лет ближайших. Но зато они стареть не будут. Через сто лет их расцеплены. Пожалуйста, так сказать, рожайте то, сколько хотите. То есть это не то, что стерилизация необратимая. Там вырезали все и все. У нас этот процесс обратимый. Можно войти, можно уйти. Всегда. Без всяких последствий. Никаких последствий нет. Вот. Ну и два слова все-таки о Кащеве. Я хочу сказать, что нам показывают в фильме и вот книга. Сейчас книгу вот эту вот, да. На девятой странице вот здесь вот «Тайна мирового правительства» вычеркивает из сказок. Сказка, например, есть о Кащеве бессмертном. В которой что вычеркнули, что выкинули? Нам показывают яйцо пустое. В этом пустом яйце игла. Игла, если эту иглу сломать, значит, он теряет свойство быть бессмертным, да? Игла – это электрод. И в яйце должно быть что-то. Носитель с чем-то. И эту иглу-иглу отставите, она выходит через пробку на поверхность. Вы руку прижимаете вот к этому электроду и на себя считываете. Перезаписываете. Ф2 перезаписываете по руке на воду организма. С воды этой на воду организма. То есть там может быть и чистая вода деслированная, в конце концов. Но если туда записать Ф2, ставить этот электрод, и это яйцо начинает вдруг работать. Яйцо пищает бессмертное. С одной лишь добавлением. Что там оно не пустое должно быть, а хотя бы вода чистая на воде. И на этой воде через этот же электрод предварительно записать силу Ф2. Тогда эта штука работает. Без этого это полный бред. Эта штука не работает, потому что там оно пустое. И что вы будете из пустоты пытаться с помощью этой иглы качать. Ничего. А нам это именно и показывают фильмы. Пустое яйцо и электрод в пустом яйце. Это полная галиматия. И вот чтобы это заработало, мне потребовалось 25 лет. Но я не жалею ни об одном, так сказать, потраченном дне на это дело. Родилась теория, родились конкретные продукты. И сейчас уже этот электрод выглядит несколько по-другому. Сейчас я просто покажу, как это всё уже выглядит. Выглядит уже вот так. Называется, читайте, королевский подарок, да? Читайте громко. Да. Это называется королевский подарок. Королевский подарок. Видите? Королевский подарок. Почему королевский подарок? В том, что, вроде бы, открытка королевский подарок. Здесь вот яйцо Фаберже в центре, да? Да. А здесь тест на биологический возраст. То есть человек меряет свой биологический возраст. И наконец-таки узнаёт свой истинный возраст. Не тот, который в паспортной столе ему сказали, что там паспортный. А истинный биологический возраст. Он может быть больше паспортного, равен или меньше. Для меня без разницы. Ну, конечно, лучшие результаты по отбрасыванию у того, у кого меньше паспортного возраста. Биологический возраст меньше. Вот это наибольшие результаты по отбрасыванию. Средний результат, у кого равен биологический возраст паспортный. И наименьший результат, у кого больше. То есть организм называется, знаете как, бежит вперёд паровоз, да? Он, значит, ускоренно стареет. Или работал там, или это, в горячих цехах и так далее. Вот. Значит, он узнаёт целый возраст. Дальше открывает. Дальше открывает. Здесь методика, 25 лет Николай Николаевич работал. Да? Вот уустелось вот на этом. А дальше инструкция, как пользоваться этой матрицей. Матрица – это аналог этого вот яйца. Кощей Бессмертного. Это полный аналог яйца работающего. Яйца Кощей Бессмертного. Вот он как выглядит. Значит, электрод, вот этот электрод, который здесь, в виде иглы, это вот металлическая пластина из алюминия. Это и есть этот электрод игла. А под ней матрица. И как ей пользоваться? Руку прижимаете, палец сюда, и давите на пластину, на электрод. Включи, выключи. Как ей пользоваться? Значит, берете палец. Когда померили возраст, протестировали, тут же можно пользоваться этой матрицей. Палец берете, прижимаете плотно, 5-7 минут. От 5 до 7 минут держится. И вы смотрите на часы. Если будете держать больше, эффект будет хуже. От 5 до 7 минут. В среднем, в районе 6 минут. Так на 6 люди, да, это 3 раза в день, по 6 минут. Вот они, 3 шестерки. На 6 люди, которые говорят, число зверя, что это и прочее. Да, что это. Я пришлось писать от 5 до 7 минут. Хотя экспериментом установлено, 6 минут. Но я не могу 6 минут не пропускать. Потому что 3 раза в день по 6, получается 3 шестерки. Сейчас же говорят, что число зверя это 9-9-9. Сейчас уже 9-9. Видите? Да, тут оно в зеркале, поэтому 6-6. Видите? Видите? Что только не придумают. Видите? Геомол, это Бог, Вениска. Да. А не важно, какой палец? Ну, мужчины правые руки, средние палец, увеки подушечкой. То есть, женщины правые, мужчины левые прижимают. Гумиокрупка. Здесь пакет с сертификатом. Гумиокрупка под язык. Две недели она работает. И она выравнивает биополе и отбрасывает. То же самое. Но она выравнивает биополе. То есть, если были операции, открытка не срабатывает. Срабатывает вот эта. То есть, установка программы идет по открытке извне. А вот эта изнутри. Поэтому она восстанавливается. И восстанавливает биополе. Даже симметрию биополе восстанавливает. Хотя есть отдельные генераторы. В лаборатории МЧС, например. Которые это же делают. Но они делают за 22 дня. Стоит там, где-то, около 10 тысяч рублей. Просто восстанавливаем биополе. Сколько? Там, в МЧС. Просто одно восстанавливаем биополе.